В периодической системе элементов находятся 30 так называемых P-элементов. Многие представители P-элементов с более или менее выраженными неметаллическими свойствами широко распространены в природе. В земной коре содержится 47% кислорода, 30% кремния, 8% алюминия. Сравнительно много в недрах планеты углерода, фосфора, серы, хлора и других P-элементов. Эти 10 элементов основная составляющая часть сырья химических производств. 8 из них P-элементы. Знакомство человека с кремнием, углеродом, оловом, свинцом, серой восходит к незапамятным временам. Алхимики манипулировали смышьяком, фосфором, сурьмой. P-элементы объединяют неон и бор, аргон и алюминий, углерод и азот, кремний и германий. Чем обусловлены общность, различия и характерные свойства P-элементов? Обратимся прежде всего к электронной структуре атомов этих элементов, первый из которых с электронной оболочкой всего из пяти электронов, бор. Невозбужденный атом бора имеет один электрон в P-состоянии с характерной для него формой электронного облака в виде гантелей. У следующих элементов второго периода количество внешних P-электронов возрастает. Два у углерода, три у азота, четыре у кислорода, пять у фтора. Наконец, у неона эти шесть P-электронов завершают построение электронной структуры внешнего слоя, определяющей химическую пассивность неона и всей группы благородных газов. В седьмой А-группе периодической системы находятся галогены. До устойчивой конфигурации атома этим элементам не хватает одного электрона на внешнем слое, и это определяет их большую реакционоспособность. Поэтому галогены в природе встречаются в виде соединений. Растворимые хлориды калия, натрия, магния содержатся в морской воде. Поваренная соль, хлорид натрия, имеют прочную кристаллическую решетку, обусловленную ионной связью. Однако в водных растворах энергия гидротации оказывается достаточной, чтобы разорвать эту связь. Диссоциация происходит практически полностью. Методом электролизводных растворов в промышленности получают хлор. Из данной схемы видно, какой электрон участвует в образовании химической связи. В данном случае ковалентная сигма-связь определяет объединение двух атомов хлора в молекулу. Вот пример взаимодействия электронных облаков при образовании молекулы хлорида-бора. В соединениях с другими элементами хлор проявляет различную степень окисления. Этим обусловлены различные свойства многих его соединений. Электронная структура атома хлора создает предпосылки для того или иного размещения неспаренных электронов. Пример показывающий, какой сильный окислитель хлор. В атмосфере хлора сгорает медная проволока. В отличие от хлора фтор во всех соединениях может иметь степень окисления лишь минус один. Но окислительные свойства фтора еще сильнее, чем у хлора. В струе фтора даже горит вода. Мирские свойства галогенов заметно возрастают в подгруппе от фтора к брому и йоду. Кислород представитель группы халькогенов. Общеизвестна распространенность кислорода в окружающей среде, его роль в природе, в живых организмах, в технике. Кислород образует различные соединения практически со всеми элементами. Здесь, на теплоэлектростанции, важно знать и регулировать содержание кислорода в газовых смесях. Принцип действия этого прибора, термомагнитного газоанализатора, основан на парамагнитных свойствах кислорода. Как известно, магнитные свойства могут возникнуть при наличии неспаренных электронов, но, судя по этой схеме, их нет в молекуле кислорода. Происхождение парамагнетизма молекулы кислорода раскрывается методом молекулярных орбиталей. Прочность химической связи и состояние молекулы зависят от соотношения числа электронов на связывающих и разрыхляющих орбиталях. Распределение электронов в молекуле кислорода приводит к появлению двух неспаренных электронов, что и делает молекулу кислорода парамагнетиком. Молекула озона неустойчива. Она состоит из трех атомов кислорода. Раствор едида калия в присутствии крахмала синеет при контакте с озоном, поскольку озон легко окисляет едид до свободного йода. Сера широко используется в различных отраслях народного хозяйства. В производстве резиновых изделий она применяется для вулканизации каучука. При определенных параметрах процесса сера сшивает поперечными связями макромолекулы каучука. Таким образом каучук превращается в эластичную прочную резину. При внесении большего количества серы каучук превращается в эбонит. Серная кислота является основой многих химических производств и широко применяется в народном хозяйстве. С металлами сера взаимодействует в большинстве случаев при нагревании. Но, например, с артутью при комнатной температуре образуя черный сульфид ртути. Атомы сера Обратите внимание на то, как связываются между собой атомы серы и ее аналогов селена Телура. Металлическая форма селена может слабо проводить электрический ток. Причем электропроводность зависит от освещения. Такое свойство селена используется в фотографии, в электротехнике, во множительной аппаратуре. Соединение Телура применяется в термоэлектрогенераторах, которые превращают солнечное тепло в электрическую энергию. Многие П-элементы проявляют полупроводниковые свойства. Чистый Германии в обычных условиях — плохой проводник. Чтобы повысить проводимость Германии, внешние электроны его атома надо перевести в возбужденное состояние. Добавка Индия или Мышьяка увеличивает проводимость Германии. Полупроводниковая техника многим обязана представителям семейства П-элементов. Мышьяк, сурьма, азот, фосфор различны по своим свойствам. Азот встречается преимущественно в свободном состоянии. Молекулярный азот — химически малоактивное вещество. Основной промышленный способ получения связанного азота — это синтез аммиака. Процесс этот осуществляется на мощных агрегатах при высоком давлении и температуре в присутствии катализатора. Все это в сочетании с комплексной автоматизацией обеспечивает получение необходимых количеств сырья для азотных удобрений и других целей. Белый фосфор всегда хранят в воде. Растворим его в сероуглероде. После испарения сероуглерода белый фосфор самовоспламеняется. Белок — основа жизнедеятельности организма. Молекулы белка представляют собой сложнейшие углеродные структуры. При образовании органических соединений атом углерода находится в возбужденном состоянии, в котором четыре неспаренных электрона участвуют в образовании химической связи. Отсюда из строения углеродного атома вытекает способность к образованию бесконечного ряда органических соединений, простейшие из которых — метан, этан, пропан. Углерод-углеродная связь почти так же прочна, как углерод-водородная. Таким образом открывается возможность создания устойчивых углеродных цепей. А при образовании молекулы бензола возникают пи-сопряжения, когда все атомы углерода охватываются общим электронным облаком. Многообразие соединений углерода вытекает из способности образовывать прочные ковалентные связи не только с водородом, но и с целым рядом элементов. Многообразие — это воплощается особенно в живых организмах. Кремний играет в неорганическом мире такую же важную роль, как углерод в органическом. В области промышленного применения соединений кремния в первую очередь следует отметить силикатобетонные изделия, керамику, а также стекло. Как уже отмечалось, п-элементы преимущественно не металлы. Алюминий считается металлом. Вместе с тем он проявляет амфотерные свойства, растворяясь в кислотах и щелочах. Из элементов третьей группы семейства P-элементов неметаллические свойства выражены наиболее явно у бора. Одним из характерных свойств бора является способность захватывать тепловые нейтроны. Для этой цели в ядерной технике применяются изотопы Бора-10. Установлено, что бор как микроэлемент жизни способствует росту и урожайности растений. Термостойкость стекла зависит от наличия бора. В необычных соединениях, бороводородах, атомы связаны друг с другом водородными мостиками, образуя особые трехцентровые связи. И не все еще разгадано в поведении бора. И не так прост этот элемент, как казалось на первый взгляд. Впрочем, любой из числа поэлементов, со свойствами которых мы познакомились, по-своему замечательен, интересен, своеобразен. Субтитры создавал DimaTorzok